Продолжение следует... Выпуск новостей, подготовленный службой информации и телекомпании «Новый век». С вами Ольга Возовикова. Здравствуйте. Перейдем к главной теме этого дня. Второй международный фестиваль хоумей в Центре Азии посвящен памяти кангарола Андара. Знаменовался фестиваль тем, что накануне состоялось открытие бронзового памятника народному хоумейжи. Всего на памятник потрачено полтора миллиона рублей. Также состоялся концерт воспоминания. В имени кангарола звучит тувинский хоумей. Всеми уважаемый мировой звезда. Легенда тувинского горлового пения Сыгыт Каргара ушел из жизни 25 июля 2013 года. Проститься с народным хоумейжи приехали люди со всей Тувы. Он успел провести хоумей 2013. Собирался обновить репертуар коллектива и организовать пару фестивалей. Хамак Монгол и Аужук Байрлалы. Но сердце не выдержало такого ритма. Не было никогда такого, что тяжеловато. Потому что мы сейчас говорим о том, что хоумей все-таки влияет на здоровье горловика, артиста. И со временем все-таки происходит изменение в организме. Да, действительно. Это удалось доказать на уровне федерального. Да, конечно. У меня артернативное давление, если проверить, у меня иногда бывает 250 на 140. Я всегда же говорю, у меня рабочее давление 190 на 120. За всю сознательную жизнь Кангару Ландар обучил сотню учеников горловому пению. Сейчас они гордость республики. Сейчас можете что-нибудь исполнить? Вот так вот. Без подготовки. Ну ладно, давайте. Если признанные народные хамачи, конечно, я должен, наверное, да. В любом месте. Вот так вот. Поклонники творчества народного хэмэйжи Кангарола Андара съехали со всего мира и в этот раз. Среди них Кои Чимакигами из Японии, Джефф Кофин, музыканты из Канады, Монголии и многие другие. Это мой второй фестиваль в Туве. Я получаю удовольствие от него. В этом году очень масштабный. Много участников из разных стран мира. Кангарола Андара я знаю лично и даже приглашал в Японию. Тогда он снимался в фильме. Я надеялся, что в Японии. Я помню его, как сейчас, его смеющиеся глаза, как он улыбается. Он был очень светлым. С 2014 года был объявлен благотворительный марафон по сбору средств для создания стеллария, посвященного заслуженному артисту России. На стеле отражено все, что любил Кангарол Андар. Хуреш – волна, которую он любил делать вместе со зрителями Хуреша иконные скачки. О скачках он мог говорить часами. Неустанно повторял, что скот – это стезя тувинского народа. Со скотом мы будем всегда одетые, обутые и сытые. Памятник знаменитого горловика создали Александр и Салдыс Айдупы, отец и сын. Для сбора средств было проведено не один десяток мероприятий. В итоге собрано полтора миллиона рублей. Но и этого было недостаточно. Бронзовый памятник отлет в мастерской бурятского скульптора Александра Миронова по эскизу тувинского скульптора Александра Айдупа. Вдобавок, планируется сделать аллею Хэмэжи. С местом пока не определились. Впоследствии памятник будет установлен на аллее. Сразу после открытия памятника в Национальном театре Тувы состоялся концерт воспоминания. В имени кангарола звучит тувинский хэмэй. Почтить память великого Хэмэжи пришли друзья, родные, коллеги, именитые и начинающие исполнители горлового пения, а также гости фестиваля из ближнего и дальнего зарубежья. Зрителям показали отрывки фильма «Джингл-блюз». На экране архивные кадры маленьких учеников Хэмэжи, самого артиста и отрывки из гастрольных туров. Дай к 10! Нам помог весь народ Туй. Мы благодарим всех, кто внёс свою лепту в создание памятника нашего учителя. Это большое достижение. Мы продолжим проводить благотворительный марафон. Это будет данью в благодарность нашему учителю за всё, что он сделал. Леймон де Джордж познакомился с кангаролом Андаром в США. Народный хомежи обратился к нему с просьбой создать фильм. «Кангарол изменил всю мою жизнь, внёс целую палитру красок. Не ожидал, что это знакомство повлияет на мою дальнейшую судьбу», – поделился Леймон де Джордж. Через кангаролу Андара полюбил Туву, его народ с обычаями и традициями, и, конечно, горловое пение. На сцене супружеский и творческий тандем. Как рассказал ведущий вечера Шон Куирк, он из Америки, она из Вьетнама, живут в Китае. Защитили докторскую диссертацию на тему тувинского горлового пения кангарола Андара. Сегодня с удовольствием принимают участие в фестивале. В рамках фестиваля проводится международный конкурс «Дембельдэй». Конкурс объявлен среди солистов и ансамблей по двум номинациям – «Хэймэй» в традиционном исполнении и «Хэймэй» в современной интерпретации. Гала, концерт и награждение победителей фестиваля проводятся сегодня в Национальном театре Тувы. Те, кто желает внести пожертвования, могут прийти в Центр тувинской культуры. Впервые в России будет проведена инвентаризация всех дворовых и других общественных территорий. Сведения о них будут записаны в специальный электронный реестр государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает Минкомсвязь России. Как пояснили в ведомстве, это позволит гражданам влиять на городскую среду. В реестре каждый пользователь сможет сам выбрать объекты, которые, по его мнению, нуждаются в благоустройстве, и отправить заявку в ГИС ЖКХ. Там же можно будет следить за качеством проведенных работ и оценить их. В системе создается первый в стране реестр дворовых и общественных территорий, в котором каждому двору и каждому объекту будет присвоен уникальный идентификатор и дана оценка их состояния. На данный момент в ГИС ЖКХ доступна информация о жилищном фонде, перечень коммунальных услуг и их стоимость. Разработчики обещают до конца года включить в него многоуровневые парковки, детские и спортивные площадки. В новом реестре будет информация и о фонтанах, цветочных клумбах, скамейках, фонарях и пандусах. И о курсах валют. Доллар стоит 59,65 руб., а евро – 70 рублей ровно. Далее реклама. Не переключайтесь. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин для будущих и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чульдум 31, торговый центр «Алексеевский», второй этаж, отдел 50. «Алексеевский» Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ежегодно 22 августа Россия отмечает День государственного флага. Это пока еще новая праздничная дата. Она официально отмечается с 1994 года. Но с каждым годом День государственного флага все больше становится национальным праздником россиян. В Туве к этой дате готовят рад мероприятий. 30 августа министр образования и науки России Ольга Васильева проведет Общероссийское родительское собрание. Четвертое по счету Общероссийское родительское собрание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за мероприятием можно будет из любой точки страны и мира. Задать свой вопрос министру можно уже сейчас. На сайте Миноборнауки России для этого открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». С 1 августа в Туве стартовала ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Уже который год акция выручает многодетные, малоимущие и неполные семьи. И все благодаря неравнодушным и отзывчивым людям, которые с пониманием относятся к тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Помочь детям собраться в школу можете и вы. До конца августа Агентство по делам семьи и детей, а также Союз женщин Тувы будет принимать канцелярские товары. Собрать ребенка в школу – удовольствие дорогое. Особенно трудно приходится многодетным и малоимущим семьям. В этом случае покупка школьных принадлежностей может стать неразрешимой задачей и омрачить радость начала учебного года. Но на помощь приходят неравнодушные люди. В рамках месячника, всеобуч и акции «Помоги собраться в школу» Сердобольные жители Кызыла помогают детям собрать все необходимое для учебы вплоть до конца сентября. По словам организаторов, любая помощь будет значимой и принята с благодарностью. У нас сейчас, например, в стационарном отделении находится 33 ребенка, которые на 1 сентября сядут за парты. И сейчас, можно сказать, мы их уже обеспечили полностью. Дальше мы ожидаем и помощь от наших постоянных спонсоров. Это организации города Кызыла, которые уже на днях тоже нам окажут помощь. Данная помощь будет передана семьям, которые состоят у нас на учете. Также в рамках акции специалисты Центра помощи семье детям проводят подворовой обход всех микрорайонов города, чтобы выявить проживающих в ней детей школьного возраста, которым нужна помощь. В настоящее время на учете Центра состоят более 120 семей, в которых более 300 школьников. В эту акцию попадают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в силу каких-либо обстоятельств. В основном малоимущие семьи, многодетные семьи, в которых 5 и более детей школьного возраста. Когда семьи, где есть родители-инвалиды, либо дети-инвалиды, и дети, семьи, дети которых состоят на учетах, внутришкольных или других профилактических учетах. Кроме Республиканского агентства по делам семьи и детей, в данной акции участвует и Союз женщин Тувы, которые на протяжении нескольких лет помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по всей республике. Иногда, помимо тетради, ручек и одежды, людям нужна простая человеческая поддержка. Эта акция в Союзе женщин стартовала уже с 1 августа и идет очень активно. В женсоветах всех кожунок уже идут подборные обходы, выявляют семей, детей, во что нуждаются. И чтобы к 1 сентябрю все дети пришли в школу, сели за парты, мы делаем все возможное. Протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы самый главный день в жизни первоклассника стал праздником очень легко, купив базовый комплект канцелярских товаров, школьную сумку или же одежду. Сегодня в Кызыле работают несколько пунктов приема вещей для школьников. В Центре социальной помощи семье и детям, в Департаменте социальной поддержки, 114-й кабинет и в Комиссии по делам несовершеннолетних. Не обязательно приносить новые вещи. Одежда, которая уже мала для вашего ребенка и в хорошем состоянии, вполне может стать школьной формой нуждающимся детям. Чинчи Самбугаи, Расхвалы, телекомпания «Новый век». А сейчас о погоде. В течение суток, 17 августа, местами по республике ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду, возможен град, ночью в отдельных районах сильные дожди. В Кызыле ожидается облачная погода с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем без осадков. Ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 22, плюс 24 градуса. На сегодня это все. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин